Когда спросить человека, какой смысл вкладывает он в значение слова «жизнь», не всякий сразу ответит. Так что такое жизнь? Жизнь – это некая сила, это некое чувство, это некая радость в жизни. И каждый из нас ощущает в себе силу жизни, потому как, как только она нас оставляет, человек умирает. Человек становится мертвым, безжизненным. Так что же это за сила, которая дает силу человеку жить, творить, любить, созидать? Это удивительное свойство оживлотворения. Понятие того, что не только я живу, живут со мной рядом мои близкие, родные. И эта радость для меня, их жизнь, не только жизнь моя, но и жизнь моих близких, оказывается, для меня также ценна. В символе веры мы слышим с вами такие слова «чаю воскресенья мертвых и жизни будущего века». Святая Церковь вкладывает в понятие «жизнь» гораздо больше, чем каждый из нас. «Я живой, я живой, я живу, я дышу, я вижу, я слышу, я радуюсь, я унываю, я печаюсь, я молодею, я старею, я болею, жизненные силы оставляют меня». Но вот сегодня Церковь говорит нам об источнике жизни, который пришел в этот мир. В песнопении тропаря Святая Церковь говорит нам «В Рождестве Христовом ты, Богородица, девство не потеряла. И во успении свое мира ты не оставила. Представилася, Еси, к животу, ты приставилась к жизни, не этой только временной человеческой жизни, пока душа наша в теле, а к жизни вечной. Ты перешла сегодня в жизнь вечную, приставилася, Еси, к жизни, будучи матерью источника жизни Иисуса Христа». Он сам по себе сказал «Я – путь и истина и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». Как важно нам услышать в огромном количестве значений слова «жизнь» именно источник жизни, который есть в Иисус Христос, веруя в Которого, человек не умирает. И сегодня праздник нашего с вами без смерти, потому что Матерь Божья сама переходит в этот огромный вечный мир и душу своей Матери, сам Христос опускается взять на свои причистые руки. И в этом сегодняшнем празднике каждый из нас может найти глубочайшее значение. Сегодня еще одно пришествие Господа Иисуса Христа, оно было незаметным для людей. Христос опустился для того, чтобы забрать только душу Бога Родица, потому что она всю свою жизнь посвятила Господу. А сколько потом Господь незримо принимал на руки души праведных. Почему в песнопениях и говорится об этом. Души праведных в руке Божьей. В руке Господа душа праведного человека. И вот в сегодняшний праздник мне хотелось бы пожелать каждому из нас, чтобы мы начинали жить праведной жизнью. Чтобы мы среди обманного, жизнь, сквернословия, клеветы, осуждения шли прямой дорогой правды и света. Вот это и будет отличать нас от мертвого во грехах лежащего мира людей будущей жизни. Потому что мы уже здесь чаям свое воскресенье, воскресенье наших родных и близких и жизни. Жизнь будущего века, которая не заканчивается со смертью человека. И вот сегодня мы даже не называем смерть смертью. Само даже понятие воскресеньем Христа Спасителя упразднено. И отныне смерть называется успением. И мы с вами знаем, что молясь о своих усопших, вы слышите, не о умерших, а о усопших, уснувших. Мы также вспоминаем слова, которые сказал Христос. Друг наш Лазарь уснул. А ему говорят, да что ты, он уже смертит. Уже четвертый день по гробу, уже разлагается его тело. Нет, смерти нет, как бы говорит Христос. Он уснул. И вот сегодня еще один праздник, который свидетельствует об успении по завершении человеческой земной жизни, при переходе в жизнь вечную. И больше того, Христос дополняет. И я иду разбудить его. И когда Господь придется во второй славной Своей пришествии, все, находящиеся в гробах, сказанных в Евангелии от Иоанна, услышат глаз Сына Божия. И услышат же, а живут. Они вновь получат силу жизни. Но только пойдут уже разными дорогами. Так сказал сам источник жизни. И пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. И вот, оказывается, в чем самый главный смысл человеческой жизни. Сделать правильный выбор. В сторону добра или в сторону зла? В сторону правды или в сторону души? В сторону верности или предательства? В сторону жизни или в сторону смерти? Вот потому Священное Писание говорит нам, передавая слова Господа, два пути предложил я тебе, жизнь и смерть. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Я хочу поздравить всех вас сегодня с праздником жизни. Потому что со смертью, с успением Богородицы, она не перестала существовать. Она явилась своим ученикам, ученикам Иисуса Христа, которые собрались у ее одра смерти. И обрадовала своим присутствием, сказав, что она будет с теми, кто будет призывать имя ее Сына и Господа нашего Иисуса Христа. Кто будет обращаться к ней с молитвами, она будет заступницей усердной для всех любящих Христа Спасителя. Вот что говорит источник жизни. Та, которая родила нам жизнь, приставилась к жизни и молится о том, о чем мы сегодня возглашаем. И молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши. Вот с этим праздником. С праздником жизни, а не смерти. Сегодня хотелось бы поздравить всех вас. Потому что сегодняшний праздник – это еще одно свидетельство. Победы добра над зном. Победы истины над ложью. Победы жизни над смертью.